Как говорил Альберт Камю, путешествие, как самая великая и серьезная наука, помогает нам вновь обрести себя. Но для троих украинских музыкантов это еще и способ культурного обогащения. 22 мая в рамках кинопроекта «Черно-белые истории» троица велотуристов-фольклористов выдвинулась в путешествие длиною в 3500 километров. Само название «Черно-белые истории» отображает концепцию путешествия. Велосипедисты планируют проехать расстояние от Черного до Белого моря. Все трое участников экспедиции являются исполнителями группы «Фолькнеры». Помимо съемок документального фильма о самом путешествии, участники планируют создать коллекцию фольклорных песен разных народов и ознакомить иностранцев с нашими украинскими народными музыкальными произведениями. Наши проекты, которые имеют загальную назву «Двоколесные хроники», покликаны популяризовать народную культуру через сбир и создание фольклора народных песен разных народов, в том числе и Украины. Сейчас в данном проекте будет также Белоруссия, Россия и частина Финляндии. Для ребят это уже четвертое путешествие. Ранее на «Двоколесных» туристы исколесили всю Украину и проезжали Польшу, Турцию, Румынию и Болгарию. Как говорят сами участники, самое трудное в пути – это дождь. Найбольшая трудность, обычно, для велосипедистов – это дождь. То есть мы просто очень универсальные и компактные велосипедисты. Мы можем остановиться на ночь, потому что у нас всегда есть наметы, спальники, карематы. То есть мы не привязаны к какого-то хостела, готеля или большого города. И час в час, когда случается дождь, то это не очень приятно. Большинство людей, которые стремятся совершить подобное путешествие, жалуются на отсутствие средств. Но на самом-то деле, как утверждают велотуристы, деньги – это одна из наименьших проблем. Бюджет путешествия составляет по 1 тысячи гривен на участника. Но ребята не планируют экономить, а наоборот – зарабатывать уличными концертами. Бюджет путешествия составляет по 2 тысячи гривен на участника. В каждой экспедиции присутствуют, как их называют сами участники, фишечки. На этот раз ребята придумали создать уникальный экземпляр – соединить воды Черного и Белого моря. Почему мы сегодня здесь? Потому что старый Черный море, мы набираем в баночку Черного моря, везем его до Белого, и там мы набираем Белого моря, и у нас будет единый экземпляр в свете, в баночке Черного-Белого моря. То есть объединение двух морей в их… ну знаете, как и не я, не Черный и Белый. Всего музыканты-туристы планируют затратить на путешествие 75 дней. Главное, что желают участники экспедиции – не бойтесь вырваться из бытовухи навстречу новым впечатлениям. Ведь вся ваша жизнь – это путешествие. Александр Веселок, Евгений Войтенко, телеканал Круг.